Во-первых, поговорим о обсуждении того, что вы, товарищи, не все, как в Литвовидосе лекции спрашивали по поводу лекции дополнительных. Во-вторых, мы сегодня с вами обсудим программу профсоюзно-задачи коллективных действий. Ну и на втором часу у нас будет разбор работы с Сталином, активный национальный вопрос. Так что программа у нас большая. И я сразу хочу сказать и, так сказать, извиниться перед товарищами, которые прислали ответы. Вот по состоянию на вечер вторника я получил около 50 ответов. И, в общем-то, все они вполне удовлетворительные. И поэтому, все, кто прислали те, тем эта работа зачтена. К сожалению, даже перечисление их простое, оно займет слишком много времени, эти товарищи. По-моему, поэтому зачитывать ответы не будем, там есть очень хорошие ответы, целые эссе, можно сказать. И достаточно грамотные, подробные, видно, что люди работали с классиками и в тему достаточно хорошо проникли. Значит, а что касается вот товарищей, которые прислали замечания и, в свою очередь, вопросы. Товарищ Тихонов из города Павлижа во Франции просит приводить литературные источники по каждому вопросу. Проблема в том, что приходится тратить много времени на поиск ответов среди большого количества литературы. С одной стороны, работать с литературой – это хорошо, но в другой освободившееся время хотели бы использовать для более глубокого детального изучения других работ Маркса, Энгеса, Ленина и Гегля. Значит, заранее выгадаю. Ну, что можно сказать, что, конечно, с одной стороны, это правильно, но здесь, вот скажем так, к вопросу, как проблемы современного профсоюзного движения, классики нам своего наследия не оставили. Поэтому я вчера считывал на то, что товарищи возьмут губы в помощь, если набрать нам противоречия современного профсоюзного движения, то там очень хорошая лекция члена профсоюза докеров, к сожалению, сейчас уже не докера, а по инвалидности человека, ушедшего из порта, но, тем не менее, достаточно не старого, энергичного, Михаила Юрьевича Беляева. И у него лекция была прочитана в Университете рабочих корреспондентов и заснята на видео, соответственно, выражена, она там прямо вот так вылезает. Ну и так далее, можно было бы немножко в эту тему погрузиться, к сожалению, на лекцию у нас времени не было. Но, тем не менее, вопрос, конечно, он хорош, и здесь, ну, у нас тема современное экономическое движение, да, была, если там капитала Маркса, то понятно, на что там ссыраться. То есть там наука логики Гейгера, понятно, на что ссыраться, а здесь с классиковой проблемой, ну, а современные источники, ну, они, в частности, вот лекции наших товарищей. Но это надо будет, ну, действительно дать, я Валюю Александровичу дам ссылки, которые интересны, а там, действительно, есть работы, можно было бы их и дать, заранее, это правильное замечание. Ну, а теперь пошли вопросы к лектору. Товарищ Демьяновский Андрей Николаевич из города Ижевска. Первое. Ведение классовой борьбы против ТНК в условиях глобализации. Как можно достичь успеха в забастовочной борьбе в условиях, когда противник может в любой момент перенести предприятие в другой регион или даже страну, оставив работников без средств к существованию? Ну, это вопрос, конечно, с одной стороны болезненный, а с другой стороны он не так страшен, потому что если уж сюда принесли завод, но это все-таки завод перенести туда-сюда, это не шутки. И потом нам здесь беспокоиться особо не о чем, потому что фордовцы, например, они упоминают, что вот абсолютно одинаковые заводы, что вот форд в США, что форд в Бразилии, что форд у нас во всеоружеские стандартные оборудования, одинаковая производительность труда, все. В Штатах около 4 тысяч долларов в месяц зарплата, в Бразилии 2,5 тысячи долларов в месяц зарплата. У нас тогда они бодались за зарплату в тысячу долларов. Ну, где-то 30 тысяч тогда это было в рублях, а не 20, а от 26 до 30, где-то такими были требования. Так что нам здесь можно не беспокоиться, с одной стороны. Ну и с другой стороны, конечно, надо вести борьбу за сохранение отечественного производства. И если сильно прижмет, вообще говоря, даже не надо стесняться особо и физически препятствовать вывозу оборудования и попыткам уничтожить завод. И, возможно, здесь даже вам будет какая-то поддержка со стороны местных гостей. Ибо главный источник доходов местного бюджета, в том числе и в Петербурге, какой у нас? Новый год. Налог на доходы физических лиц, стыкаш на нашу зарплату. Поэтому это вот надо тоже иметь в виду. Второе. Можно ли социалистическое соревнование называть конкурентной борьбой? Если нет, то какие главные различия? В конкурентной борьбе, если вы меня победите, вы меня слушаете. А социалистическое соревнование дадут премию, повесим на доску подсчета и пойдем вместе отмечать это событие. То есть здесь победа одного над другим не ведет к уничтожению, как юридического лица, к экономическому уничтожению. Так что вот это основное соревнование, основное различие. Есть ли еще какие-либо формы общественной собственности на средства производства, помимо государственной? Есть. Это кооперативная. В частности, у нас была кархозно-кооперативная собственность. И до конца 50-х годов существовали многочисленные артели. Если вы где-нибудь в поисковике наберете артели кибры, то вы увидите, что там обувных артелей, это их было море. И как и в прочих других. Значит, ну это здесь, конечно, это общественная собственность. Она почему все-таки считается общественной? При капитализме кооперативная собственность у нас частная. То есть, собственно, счастье общества, которые там собрались и что-то вместе делают. И она работает на рыночных условиях. Это, конечно, капиталистическая собственность при капитализме. При социализме, когда этим артелем спускают планы, кархозы в том числе, спускают планы, они реализуют свою продукцию по твердым ценам. Это, конечно же, собственность общественная. Вид общественной собственности. Но здесь вот недопустимо все-таки, скажем, в кархозах председатели избирают, в артелях тоже председатели избирали. Ну и, по крайней мере, до середины 50-х годов, опять же, это реально все практиковалось. Это уже позже стали председатели в кархозах и срать из обковов там и так далее. Но, а что касается вот на государственных предприятиях, то ли они писали в 18-м году, я не знаю, говорили вам, зачитывали или нет, что величайшим искажением начав советской власти и полным отходом от дела социализма является узаконение прав рабочих отдельной фабрики на их производство, на их особое производство. Но вот это вот надо понимать, что здесь можно прийти к так называемому государственному социализму, который позволил, так сказать, разводить все еще раньше, чем у нас. И там действительно, так сказать, это сыграло крайне негативную роль. Значит, далее, команда Формаса Гизович из города Казани. Как организовать рабочее движение среди электромонтажников? Это, по сути, те же рабочие, но не фабрично заводские, а их нанимают на конкретные работы зачастую без договоров. Ну, я вот говорил на прошлом занятии, что вот бывает, скажем, профсоюз электриков, там не обязательно это на большом предприятии. Это могут люди приходить, записываться в профсоюз, ну и профсоюз берет на себя их защиту юридическую и всякую прочую, организационную, интеллектуальную и моральную, если угодно, потому что человек видит, что он не один. Ну, это, конечно, не то, что коллектив, и, конечно, работнику одному, и тем более без договора, очень тяжело. Если человек оказался в таком положении, ну, тут вообще, говоря, основное, что ему можно бы делать, это учиться. Потому что, ну, надо как-то, ну, а что делать? Учиться надо, в Красный университет записываться. Ну, а так, одному, конечно, надо, чтобы подпор был общий, заводом хабрик, было общее развитое профсоюзное движение, тогда и здесь профсоюзы будут какую-то роль играть. А так, здесь, конечно, тяжелее намного. Ну, тоже можно. Далее, Кривуни Алексея Анатольевича из города Мариуполя. Возможно ли завоевание власти рабочим классом в результате политической борьбы без военного вооруженного восстания, причем прихода к власти через выборы, как это было в Венесуэле, в Белоруссии, когда Угочаев и Александр Лукашенко пришли к власти в своих странах в результате победы на выборах и начали делать социальные преобразования в интересах трудящихся. Значит, во-первых, государственное осуществление государственной власти невозможно без опоры на специальные отряды вооруженных людей. Ну, а как вы будете без осуществлять? Никак. Поэтому какие-то, наверное, нужны будут все равно. Другое дело, что вооруженное восстание не обязательно будет крови и груды костей. Примеры Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, во время которого есть основание понадобить не было ни одного убитого. Были. А откуда? Откуда сведения? Откуда? С газет про Витарской газеты? Ну, с Витарской газеты. Значит, идет это все. Был издан бюллетень, чей-то я уже забыл, в декабре месяца 1917 года. И в нем упоминались шестеро погибших. И вот они оттуда кочуют. Значит, откуда могли взяться эти шестеро погибших? Значит, во-первых, они могли в моргах такого крупного города, как Петроград тогдашний, там и шесть погибших, я думаю, было каждый день. Потом, в Зимнем дворце был большой госпиталь на десяток с лишним тысяч коек. И там шесть умерших в морге могло образоваться, и в морге они там могли быть. Ну, по крайней мере, я думаю, что если бы это были с нашей стороны погибшие, наши бы, конечно, погибнуть в ходе вооруженного восстания, в ходе взятия Зимнего, ну, это же так сказать. Ну, вот, люди погибли, 300 человек в ходе февральской революции, им памятник на Марсовом поле, и все такое. А здесь, так сказать, человек погиб, а выигрыш из круга Зимнего, никто не знает. А если бы это были гвардейцы погибли, то тоже, наверное, там были бы свидетели, была бы миграция определенная, тоже своя историография, там упомянули бы. Ну, практически не было погибших. То есть, отжали. Вот это вот, как вот Крым, вот, с Крыма 14-го года, вот это вот, я смотрел по телевизору, вот в чистом виде отжатия, как вот в октябре 17-го, отжимали бы степенно. То есть, стоят там мигра, развели мост, чтобы рабочие с окраями не могли к Зимнему пройти, подходит крейсер Аврора, значит, это самое, подходит красногвардейцы к ним, ну, что вы тут, мужики, досвидите в этот мост, ну, что вы тут, это самое. Те, значит, чего-то это, подъезжают враневик, там, они там беседуют, тусуются, то есть все, потом раз, мигра куда-то уходят, и мост сводится, и все это идет. Ничего там такого не было особого. Далее. Товарищ Карлов, Владислав Александрович, он вот приводит здесь из Ингиса, ж такой рабочий крас, полетриат, вызываясь тот общественный крас, который добывает средства жизни исключительно путем продажи своего труда и так далее. Надо сказать, что ленинское определение, оно, конечно, более позднее и более полное, и ориентироваться в целом надо на него, потому что Ингис здесь более так поэтично это все. Это крас, счастье и горе, жизнь и смерть, все существование которого зависит от спроса на труд. Ну, и здесь, так сказать, любители приклеивать к рабочим всякого рода программистов и так далее, далее мы это более подробно рассмотрим, тут товарищ Клям этот вопрос задает. Они говорят, что вот, дескать, это все, вот интеллигенция, это тоже точно так же она работает, своих средств не имеет производства, поэтому это тоже рабочие, тоже пролетариаты, вроде как им руководить, пусть куда они умнее, чем рабочие. Но это, тем не менее, не совсем так, и даже совсем не так. А почему, так сказать, обсудим, что сейчас еще здесь будет? Вопрос. Значит, вот Исааков Александр Владимирович, вот это, так сказать, оно последнее. Нет, не совсем здесь еще. Вот, значит, за сто лет, со временем совершения Велико-Октивной сезонистической революции, технический прогресс шагнул далеко вперед, из выслуженного я сделаю вывод по странице изложенной, что современные программисты, первое, находятся на пике научно-технического прогресса, как в прикладной, так и в научной области. Программистам свойственны основные интересы рабочего класса, а некоторые интересы даже более, чем остальным, увеличение свободного времени. Несмотря на то, что программисты неспосредственно не производят продукты, ну, слава тебе, господи, потому что некоторые еще говорят, что продукт это программа, и программисты его непосредственно производят, и между ними и программой никого нет, потому это рабочие тоже. Ну, тут хоть такого не говорится. Их влияние в производство продукта неуклонно растет, а в отдаленной перспективе вообще может стать единственной долей человеческого труда. Что мешает именно программистам стать авангардом рабочего класса сегодня? Авангард рабочего класса – это партия, в рабочей партии России программисты составляют могучую фракцию, их отдельный вес высок. Но они себя не считают пролетариатом, а считают себя слугами рабочего класса, которые работают в интересах рабочего класса, и к рабочему классу не относят. Почему? Потому что они люди грамотные и понимают, что определение классов, оно не заключается только в отношении к средствам производства, плюс-минус, есть у тебя завод, нет у тебя завода, а оно более полное, как и писарли. Интеллигенции, инженерно-технические работники были и до революции, их тогда никто к рабочему классу не относил, хотя они точно так же не уродили средствами производства. Почему? Потому что все-таки вот интеллигенция… Что вообще главное средство производства у интеллигенции? Голова. А, совершенно верно. Она при вас всегда. Но какие вам нужны особые средства производства? Могут говорить, что вот синхрофазотрон нужен. Ну синхрофазотрон, конечно, да, он нужен, но вот… Если в случае с программистом, то ему нужен компьютер. Компьютер. Во-первых, компьютеров сейчас вполне программировать, и как назло, в полном соответствии с диалектикой, вот лет 20 с лишним тому назад, в 90-х годах, еще и в позднесоветские годы, как вчера люди покупали компьютеры для того, чтобы программировать. Сейчас у людей очень мощные компьютеры на старах, люди в разу и в интернет смотрят фильмы, играют в игры, и самые главные потребители мощности компьютеров сейчас – это геймеры, благодаря которым индустрия компьютерная во многом развивается. Вот, а программировать не очень хотят. Но вот у интеллигента все-таки главное не компьютер, еще раз, главное – это его голова. Даже на синхофазотроне, который вам никогда не купить свою собственность, дома не поставить, опыты не произвести, вы произвели опыты, на этом какая-то. И вот результат этих экспериментов – это чья собственность? Того, кто их делал. Того, кто их делал. Вы пишете статью, и там ваша подпись в этой статье, вы благодаря этой статье поднимаетесь, у вас там Гринц, Хирш, кто там еще, Скопус, и все это растет. Ну то есть это ваше. Это ваше. От вас никто не отнимет, вы вписались в историю. А вот рабочий, который отслуживает тот же самый синхофазотрон, ну он извини. Хотя говорят сейчас вот то, что опыты на Большом Андронном Канайдере делают в Швейцарии, там в статьях по полторы тысячи подписей, и там учитывают всех техников, рабочих, всех-всех-всех. И такие вот статьи с таким хранистом подписи, то есть стараются как-то всех угажать. Но это вот тоже, но это так сказать, все-таки нельзя говорить, что интеллигенция это пролетариат, который не имеет ничего. И не потому что у вас появляются работы, появляются патенты, за патенты эти вам могут платить вообще, так сказать, если они где-то будут внедрены, ну и так далее. Но интеллигенция, она конечно ближе к мягкой буржуазии расположена. В массе своей. Хотя, конечно, говорят, вот я не видел этого, я не могу сказать, что я в 75 томов Ленина прочитал. Но говорят, что у Ленина есть работа, где Ленин взял лишь бумаги и разделил на две части. Кто, так сказать, в интересах буржуазии будет, кто в интересах пролетариата. И вот он там сел, духовенство, там значит, высшее духовенство в интересах буржуазии. А там как он написал сельский попик здесь, он ближе к пролетариату. Вот. Ну и так далее. Там офицеры генералитета, они там ближе туда, там. Младшие там всякие офицеры, они ближе сюда. И таким образом он, значит, все это дело расколол. И поэтому, конечно, надо понимать, что интеллигенция это социальный слой, да, прослойка, ну или угодно, прократка там между двумя слоями. И как вот прократка между блоком цилиндров и головкой, там, ну кто представляет все устройства двигателя, да. Нижняя часть прикипера к блоку, ее не отодрать. А верхняя часть так прикипера к головке, что ее тоже не отодрать. И не отличить от этой головки цилиндров. То есть верхняя интеллигенция это топ-менеджеры там и так далее, но они уже не отличимы практически от буржуазии. Они вместе с ними там ходят в одни эти самые бассейны, сауны, время проводят вместе. Это в чистом виде практически буржуазия. А низшие? Ну они, вот врачи, которые лечат там нас, учителя, которые там в школах учат наших детей, они, конечно, близки, очень к рабочим, ну и социальный слой интеллигенция. Но это все-таки не рабочие, вот это надо понимать. Ну и два слова, я тут не буду приводить товарищей. Некоторые товарищи на вопрос, что такое коммунистическое движение, они, видимо, воспользовались словарями и пишут, что это совокупность политических партий и организаций, коммуническое движение, дирогической базой которых является коммунизм. Это не то, чтобы неправильно. Но, во-первых, здесь сразу настораживает совокупность. Если это совокупность по разным странам, то это одно дело. А если в одной стране много коммунистических партий, то это вообще, говорит, сразу наводит на мысль о коммунистической ли это партии. То, что сколько может быть авангардов у пролетариата? Один. А авангардов у буржуазии? У них там разные, так сказать, если кто-то там товарищ буржуазный почувствовал, что он в силе, и у него деньги есть, но я хочу себе и партию, почему нет? И, ну, конечно, как правило, это мелочи всякие. Вот две крупные партии республиканцев и демократов, скажем, в Соединенных Штатах, они в свое время немножко как бы разные классы представляли. Республиканцы, они в чистом виде буржуазию, а демократы, как положено демократам, они с оружием в руках оставили свое право на владение рабами. Ну, сейчас все сменилось, у демократов там вроде бы якобы негр были даже, от них президентом. Но вот, тем не менее, сейчас, конечно, две буржуазные партии, но противоречия между ними, как мы вот убедились в ходе последних выборов, они вообще не пустяковые. То есть это два мощных отряда буржуазии американской, которые там сильно друг с другом конфликтуруют. Это может быть. У пролетариата может быть только одна партия, только один авангард. Поэтому совокупность, вот здесь, так сказать, это вопрос возникает. Идеологической базой которых является коммунизм. Ну, вот про рабочие движения коммунизм вообще говорит идеология рабочего класса, но сейчас многие об этом забывают. И вот какой-то там полукружок, они уже и коммунисты и все такое. Поэтому это, конечно, определение. Вам еще на занятиях по логике не давали определение определения? Правильно. Давали? Давали. Ну, так сказать, в общем-то, будем надеяться, что вы надеетесь, что такое определение. Это, конечно, определением не является. То определение, о котором мы говорили, это не фантазия Герасимова, это, в общем-то, научное определение коммунизмического движения, как рабочее движение, поднявшееся в теоретическом осмыслении до научного социализма. Это вот, можно немножко тут какие-то тонкости формулировки, но это вот в целом, конечно, о совокупности это нет. Да, ну вот, мужчинское движение, как деятельность людей, как миропонимание является древнейшим. То, что частный собственник, источник здрава в обществе выращивал у Протона, ну, в самом-то, кстати, был крупный работодец. Вот, развернутое понятие. Маркс был капиталистом. Маркс был капиталистом. Маркс был на содержание Уэдлиса, а здесь был капиталистом. А Маркс был буржуазным интеллигентом. Задачей движения является создание такой государственной машины, которая будет растить коммунистов, как это дело, например, Маккаренко. То есть, задача всего это растить. Задача все-таки общества это производство. А производство коммунистическое, конечно, будет... Кстати, Маккаренко-то, он как растил коммунистов? Он производство же развернул. Наиболее передовое по тем временам, эти вот аппараты FED, это были Цейс, по-моему, или Лейха. То есть, наиболее передовые производства закупили в Германии наилучших на то время фотоаппаратов и развернули их. Производство полностью локализовано, наверное, в коронии для трудных подростков. Вот это по помощи производства он и учил. Данное движение обособилось от социал-демократического движения после Октябрьской революции 1917 года. Но так нельзя здесь говорить. Потому что, вот скажем, социал-демократия, по крайней мере большевизм, это было в парне коммунистическое движение и до 1917 года. А вот после 1917 года, большинство социал-демократов предали рабочий класс, предали коммунизм и, в общем-то, генегатами стали. Поэтому здесь так нельзя говорить, что вот обособилось. Вот раньше социал-демократов было, раньше рабочие парни коммунистическое движение, вот социал-демократов германских, начало 20-го века, парни можно было называть коммунистической партией, ибо они соединяли рабочее движение с научным коммунизмом, а после они, так сказать, отошли. Ну и чтобы больше не возиться с этим словом, социал-демократическое время решили назвать партию коммунистической. Значит, ну это вот, что касается по вопросам. Замечательную работу еще раз проделали товарищи, но я говорю, 50 человек, просто даже перечислить, и то это. Задача серьезная, а у нас еще времени работы довольно много. Значит, товарищи, тогда я воспользуюсь таким приемом, может не очень корректным. Значит, то, что мы успеем за оставшиеся 10 минут поговорить, мы поговорим о программе Федерации профсоюзов России. А так я нацеливаю вас на лекцию, свою в университете рабочих корреспондентов. Значит, это канал фонда рабочей академии, и эта лекция, ну я перешлю Мордовию, но он перешлет по всем. У меня лекция была в конце ноября, там, как раз на эту тему, и там я 40 минут, 45 даже исключительно на эту тему беседовал. Это вот можно так, как говорится, самому для себя социализоваться не очень корректно. Ну, значит, откуда она взялась? Программа Федерации профсоюзов России. В начале нулевых годов была попытка создания партии рабочего класса, с одной стороны массовой, с другой стороны, конечно, не вполне до конца, может быть, коммунистической, в том смысле, что там открыто не ставились вопросы о овладении государственной машиной и так далее, в рамках действующего законодательства, да, что была партия. Но достаточно массовой, на основе передовых профсоюзов. Тогда, когда отключился соцпроф, Федерации профсоюзов России тогда не было, но и ряд из других боевых профсоюзов, докеров, авиадиспетчеров, железнодорожников. И вот для этой партии была написана программа нашими товарищами, Золотовым, в частности, из Нижнего Новгорода Александром Владимировичем. Но партия это тогда, когда увидели, что реально тут раскручивается, Храмов оттуда возбежал с соцпрофом, Храмов был яицинским дружком, была у страны, если бы он не сбежал. И, в общем-то, партия, так или иначе, там, это, она не получилась. Но программа эта, которая была несколько доработана, вот ее приняли, была создана Федерация профсоюзов России, и не путать с Федерацией независимых профсоюзов России, Шмаковской, которая независима, в том числе, от трудящихся, во многом. Вот. Эта Федерация профсоюзов России, она есть у нас, есть на сайте, если набегаете в гугле, где-то там поисковики, он даст на нее ссылку. И вот эта программа приняла, эта Федерация приняла вот эту программу на втором съезде Федерации профсоюзов России 15 мая 2000 года в Москве. Чем характерна эта программа? Эта программа сводит воедино требования наиболее развитых трудящихся, и, соответственно, отсюда можно брать требования хоть для полдоговора, хоть для отдельной забастовки, хоть для чего угодно. Вообще думать, что вообще мы хотим и что вам надо. И требований здесь очень много, но вот мы остановимся сейчас в рамках выделенного, оставленного оставшегося у нас времени на двух. Это снижение продолжительности рабочего дня и повышение заработной правды до стоимости рабочей силы. Значит, какое из этих двух требований вы считаете более актуальным и более таким корневым, вьющим в ходе по основам эксплуатации? Уменьшение рабочего дня. Да, а почему? Больше свободного времени, больше возможности изучать, обучаться. То есть возможности для развития, конечно же, выше. Вот. Ну а если ты хочешь больше зарплату, то тогда, если раньше после 8 часов ты оставался, и тебе сверхворочные платили, теперь ты после 6-ти остаешься, и тебе сверхворочные платили. На здоровье. Вот. Кто этому мешает? И рабочие это чувствовали издавна. Вот Марс в «Капитале» приводит пример, что рабочие еще в 19 веке требовали 10-ти часового рабочего дня, несмотря на то, что при этом у них даже понижалась заработная трата. Да никто так не смеет даже поставить вопрос, чтобы не снижать рабочий день без снижения заработной траты. Ну насколько рабочие действия, только же и рабочие. Значит, капиталисты кричали, что это демагоги, значит, натравливают рабочих, чтобы те не работали, а рабочим надо зарабатывать. Ну вообще, короче, эта ситуация один к одному, как и сейчас абсолютно. Но и, тем не менее, вот продавлен, сначально… Это тоже аргумент того, что они не учиться пойдут, они пойдут пить. Кто-то пойдет пить. Как говорит Гегель, нет ничего ни на земле, ни на небе, что не несло бы себе своего отрицания. Кто-то пойдет учиться. А кто-то будет после работы задерживаться на профсоюзные собрания и прочие мероприятия. Потому что сейчас, наш нынешний 8-часовой рабочий день, он где-то, я думаю, вполне эквивалентен 10-часовому рабочему дню в 19-м веке, потому что тогда рабочие жили рядом с предприятиями по гудку. Вставали и шли на завод. Вот 10 минут. Вот как вокруг Ситранецкого оружейного завода народ там пучковался, ну где-то в пределах 10-15 минутах ходьбы, как правильно, но редко кому-то, может, полчаса. А так вот жили около завода. Сейчас мы где-то, ну сейчас времени в среднем люди тратят на дорогу, с работы на работу. Вот еще два часа. Ну вот, так что поэтому, тогда вот это требование 10-часового, а в дальнейшем 8-часового дня, оно все время рабочие поднималось. И праздник 1-го мая, мы, как известно, отмечаем годовщину расквера демонстрации рабочих в Чикаго 86-го года и за 8-часовой рабочий день. В России когда 8-часовой рабочий день появился? В каком? В 17-м. А революция когда у вас произошла? В 17-м, да? А вот Ленин писал, вот как вы думаете, возможно, была бы революция без 8-часового рабочего дня? Один из половины часовой рабочий день в обстоятельстве России. Нет. Потому что надо было рабочим как-то собираться после работы, что-то обсуждать, создавать рабочую милицию. На деньги работодателя, кстати, и оружие давал работодатель. И поэтому вообще, когда говорят, вот большевики там взяли власть взяли. Большевики взяли власть абсолютно легитимно. Оружие у всех, кто прав власть в Петрограде в октябре 17-го года было на законных основаниях. Это были войска Петроградского горизона и Бактийский флот. Правильно? Это были охраны Красной гвардии, созданные из рабочей милиции, где оружие было выдано на совершенно законных основаниях для защиты правопорядка и имущества предприятий. На деньги капиталистов покупалось оружие, люди обучались, все было совершенно законно. И тут же, кстати, вот в ту же ночь заседал съезд Советов. Это люди, представители, съехали со всей земли, со всей России, да? И этому съезду Советов было передано брать. Ну что вообще может быть легитимнее на свете и законнее? Ничего не может быть. Но мне кажется, что просто обманули на счет здесь есть. А кого обманули? Всех. Всех. Ну все поэтому прогнали братьевиков. Вообще Гавангар в Красной армии было… Сколько было в Красной армии? На какой момент? Ну вот, в момент расцвета, скажем так. 5 миллионов. А в бардейских армиях там за миллион, да? 200 тысяч, по-моему, нет? Ну если уже там до миллиона дотягивали, ну это… Она была спасительно мала. Так что в армии Спасителей была… Из этой армии Спасителей как раз вот зеленые-то они в основном, а две вертикали, а красные. Так что это надо иметь в виду. Так вот, это самое. И рабочий день восьмичасовой был введен одним из первых декретов, я вот не помню, временного правительства и Петроградского совета, но сразу уже в начале марта месяца семнадцатого года. То есть это вот актуальнейший момент. Ну, наверное, еще Петроградского совета. Было ли это по всей России введено? Вот я не знаю. В Петрограде, по крайней мере, было так. В Москве тоже, наверное. То есть вот это сыграло ключевую роль. Есть еще один момент, почему вопрос рабочего времени, он первичен по отношению к заработной плате. Вот степень эксплуатации у нас чем определяется? Вот у нас имеется рабочее время. Вот рабочее время, да? Оно делится, как вы знаете, на две части. Необходимое время, которое необходимо рабочему для того, чтобы он как-то существовал. Он работает на себя в это время. И прибавочное время, когда рабочий работает на капиталиста. Куда движется вот этот движок со временем? Ну, меньше на себя и больше на капиталиста. Конечно, и сюда. Почему? Потому что есть такое понятие, как научно-технический прогресс. И производительность труда, и не только об интенсивности труда, когда рабочие будут бегать больше, бегать быстрее. А именно производительность труда, она неуклонно растет. И мне нравятся годы современные машины, но у Марса в капитале там это все блестяще описано, не буду представлять. Вот. И она двигается сюда. То есть степень эксплуатации неминуемо повышается. Вы можете сказать, что и зарплата повышается, и что современные рабочие живут лучше, чем их коллеги в России в начале века. Но это в каких-то критериях это да, у тех не было ни автомобилей, ни айфонов. Ну айфонов и сейчас у рабочих нет, ни других этих самых. У тебя там гаджет, извиняюсь за выражение. Вот. Но с другой стороны, рабочие, по крайней мере, из холестского, от того же вот оружейного завода, они питались, я думаю, лучше, чем современные рабочие. У них там курочка, там зайчика пошли в лес подстрелили, там это самое то-се, маслица от коровки, молочко. Поэтому это вообще сложный вопрос. Но будем считать, что люди живут все-таки сейчас лучше, чем в начале века. Но почему, за счет чего? За счет того, что они постоянно борются за свои права. То есть у них за свою зарплату в частности. Поэтому зарплата у нас растет. И если мы посмотрим на вот этот вот рост, Чувствовал, что я надо со своими питьями. Ну, так жестко, это вообще. Ну, он пишет, но это жоптое. Не знаю, будет видно, нет чего-нибудь. Значит, производительность труда, она растет, ну, пусть линейно. А зарплата, она растет. Вы выбили зарплату по помощи забастовки. Потом она даже в большинстве случаев падает. В силу инфляции и так далее. Потом еще выбили, опять падает. Выбили, опять падает. Выбили, опять падает. Вот этот разрыв, он все время увеличивается. Степень эксплуатации неуходно растет. А вот если мы возьмем такой вопрос, как уменьшить сокращение рабочего дня при сохранении заработной платы, то тут сразу же мы будем подкорить всю вот эту вот систему. Сразу же мы резко уменьшаем степень эксплуатации. И вот на этом графике наглядно видно низменность. Ну, в смысле, как сказать, низменность будет не очень удачно это слово. Вся вот, как сказать, неночность требования индексации заработной платы. Это у нас все время падает заработная плата. В начале года нам индексировали. Потом она все время падает, нам индексировали. Падает. Вот. И здесь вот этот разрыв, он совсем уже не увеличивается. Вот. Ну и... Что? Наверное, надо перерыв делать, да? Давайте сделаем перерыв. После перерыва все-таки два слова еще скажем, про еще одно требование, связанное с заработной платой. Что такое у нас заработная плата? Цена рабочей силы. Цена рабочей силы. Цена рабочей силы. Цена есть денежное выражение стоимости. Это что означает? Что есть стоимость. У всех товаров есть стоимость. Это трудозатраты, которые необходимы для их производства. Значит, и цена, она при свободном обмене стремится к этой стоимости. Стремится. Вот это вот и означает. Вот это их денежное выражение стоимости. Она не обязательно точно совпадает со стоимостью. В каждом конкретном случае, в зависимости от искусства торгующихся, там, от конкретных обстоятельств и так далее, цена может быть в каждом конкретном случае своя. Но если в условиях конкуренции, в условиях равных возможностей, она непременно стремится к стоимости товара. Значит, а стоимость рабочей силы, она чем определяется? То есть, всякий товар имеет свою стоимость. А, во. С рабочим временем необходимо, да. Ну, это, получается, рабочее уверенность на то, что чтобы ребенка изобразить, то это было бы, наверное, слишком угарно. За трактами на ее нормальное воспроизводство. А что такое нормальное воспроизводство рабочей силы? Как вот вы себя видите? Для чьей жизнедеятельности? Для чьей жизнедеятельности? Для рабочей жизни и его семьи. Вот и его семьи. Они просто не перемерли. Просто не перемерли. Ну, я вот сразу хочу сказать, что, вообще говоря, отдельного капиталиста, отдельно взятого, это вот, чтобы не перемерли, вот, абсолютно, бывает. У него вот есть рабочий, и как вот было у нас в Анармской заставе, и, я думаю, в других местах, не все рабочие жили так, как все рабочие из правительского оружейного завода. Были рабочие казармы, где печки стояли, были кровати с бельем несвежим, и, значит, люди туда плюхались после рабочего дня, утром вставали, шли на работу. Ну, вот это и все, что было от них нужно. И сейчас, кстати, так, по крайней мере, до недавнего времени, приезжие из южных республик, они жили точно так же. Во многом. Да и сейчас. Да и сейчас, да. Так что, в этом смысле, конкретного работодателя только это интересует, и все, чтобы человек мог работать. И Макс, кстати, приводит примеры, как в Латинской Америке, рабочих, занятых на тяжелых рабочих на рубниках, работодателя заставляли есть бобы. Не только хлеб, но и бобы. Потому что от бобов там сила появляется. Есть именно вот забота такая работодателя. Но вот все-таки есть, но это все-таки не нормальное воспроизводство рабочей силы. Нормальное воспроизводство рабочей силы надо, чтобы сколько детей было у рабочего? Минем три. Минем три. Минем три. Вот. И жена, понятное дело, прикроет детях, это уже не боится финансового фронта, поэтому надо содержать и жену. Вот, зарплата должна обеспечивать существование пять из пяти человек. И были произведены расчеты применительно к нашему времени. И с опорой, конечно, на советский опыт, потому что сейчас там вещи, скажем, сейчас многие считают, что достаточно съемного жилья. А советский опыт все-таки говорит, что надо иметь, хотя в советские времена квартиры были не пиотизированы, но это была, так сказать, моя квартира, откуда меня не могли в любой момент выпить куда угодно. То есть, что должно быть свое жилье, что должно быть нормальное питание, там, медицина, образование и так далее. И вот, взяли и посчитали докеры Ленинградские под руководством Михаила Васильевича Попова стоимость рабочей силы в Санкт-Петербурге. Последний расчет у них был в 2014 году. Причем они там все по-взрослому, если там жилье в ипотеку брать, они там на сайты заходили, соответствующие с калькулятором ипотеки, там выясняли цены, звонили, все это большую работу проделали и насчитали они сколько по вашему праву? 270, да, где-то 250-270 тысяч. Вот, а это 140 все-таки рассчитали так, что вот это зарплата на одного работающего, если все-таки жена тоже помогает. Но это было в 2005 год. Нет, там началось с 2007 года, там разные были, там они регулярно последние, 2014 года, это в газете «Правда труда» приведено. Вот, когда в 2007 году в первый раз посчитали такую цифру, работодатель взвыл и обратился в экономический университет, и оттуда женщина-профессор, доктор экономических наук пришла, ей дали этот список, она стала там по нему чирикать красным карандашом, но все равно у нее получилось 100 тысяч, как-то не крути. А товарищ Калетников, доктор-пеханизатор, ей в своей статье дали убедительный ответ, почему она не права, там вычеркивает то-то, то-то и то-то. А что вычеркивает? Ну, я уже не помню, посмотрите, там вот это на сайте фонда рабочей академии, в самом низу, если главную страницу пролистать, там вот лежит вся эта полемика. Вот. И, ну, надо сказать, что что вычеркивали. Главные расходы здесь – это жилье, там больше 50 тысяч в месяц ипотека в двухкомнатную квартиру, а двухкомнатная квартира – это минимум для семьи из пяти человек. Это медицина и образование. Вот это основные расходы, которые, в общем-то… Ну, а всякие там гаджеты, интернеты, они занимают… Мелочи. Мелочи, да. Питание неплохо там выглядит. Ну и так далее. Вот. Это особо тут ничего не поучеркиваешь. Но цифра сама по себе, она, значит, она шокирует многих, в том числе рабочих, и, в общем-то, бороться за такую цифру люди себя чувствуют обездоченно. Ну так, что и сделали. Вот взяли, что все-таки в семье двое работающих, хотя к женщине подошли небуманно. Вот она, у нее трое детей, вот она три раза по три года не будет работать, всего девять лет, и, соответственно, вот девять лет она не работает. В это время ее муж содержится. Все остальное время она работает и зарплату приносит такую же, как муж. Хотя, как там, когда трое детей, они в школу ходят, там у этого, то этот болеет, то этот болеет. Это, вообще говоря, на мой взгляд, неправне реальное. Никогда не было женщины, имеющей трое детей. Но вот, тем не менее, как все-таки ученые, я вот теоретически могу понять, что это вот невозможно такое, чтобы женщины работали и зарабатывали столько, сколько мужчинам ушли, в то время, когда такое вот подобно творится. И, ну, это, тем не менее, некая работа получили где-то сто сумок. Реальная ли это зарплата? Это зарплата более чем реальная. Я вот могу сказать, что у нас вот в партии, вот, я вот как секретарь вижу это по взносам, целый ряд граждан, товарищей, вернее, по партии, он имеет доходы не меньше. Вот это вот официально. Весь IT-сектор, особенно те, кто работают на иностранном. Вообще, и тут интересно, вот что касается иностранных фирм, то здесь вот подходит подход такой, что там могут получать люди побольше. И вообще говоря, грубейшей ошибкой является попытка вот привязать эту работу, эту зарплату свою к какой-либо деятельности предприятия. Капиталисты очень успешно вешают трудящимся рапшу на уши, что вот денег нету. И поэтому, кстати, это вот одна из причин, почему требование сокращения рабочего времени более автуально. У вас нету денег, очень хорошо, а у вас нету времени на вас работать. Вот давайте, когда 6 тысяч часов рабочий день сокращайте, без сокращения, если заработная плата, у вас же есть деньги вот по такую заработную плату. Ну, мы будем на два часа поменьше работать, у нас больше выгоднее с вами на вас тратить при такой зарплате. Вот и, так сказать, и все, и до свидания. И все, все разошлись, все довольны. Вот. А это вешают, ну вот тут я посмотрел по зарплатам в оборонно-промышленном комплексе, вот есть предприятия, которые, скажем так, наватно дышат, несмотря на то, что сейчас вроде бы оборонье уделяется большое внимание. И там вот зарплата где-то от 18-20 тысяч рублей в месяц. Вот. Да? Это какой город примерно? 2016. Да нет, не год, это город. 16. Я могу сказать, что вот ваш покорный слуга зарплаты около 40 тысяч, он второй по зарплате человек отдельно. Причем там такой вопрос, иногда и так вопросы ставят, что вот специалист высочайшего уровня, дрового краса, вот у него зарплата 27 тысяч. А у него еще пенсии есть. Это аргумент в пользу. Аргумент в пользу. Аргумент в пользу. То есть, мы как Маркс подметер, зарплату на самом деле капиталист платит по самому минимуму, чтобы работник не помер. Вот именно по такому принципу. А не из какой-то там исходя из хозяйственной деятельности предприятия, то все. Ну хорошо, есть предприятие, так сказать, которое, где все время, так сказать, работников держат под прессом, вы вот будете требовать повышение зарплаты, денег нет, договоров нет, будем вынуждены сокращать, это вы зарплату отхлапываете от своих товарищей, которых сократят и так далее. Ну вот, скажем, Контурское бюро приборостроение, наверное, слышали, да? КБП. Вот если кто ко мне на страницу ВКонтакте заходит, я вот там выложил хорошее очень видео про это предприятие. Ну, Аркадия Георгиевича Шипунова, легендарного, которого его, в общем-то, подмер, сейчас нету. Но это предприятие, которое стоит на самых передовых позициях, оно удержалось в 90-х годах. И я помню, вот я в SolidWorks Russia ходил, ну это отделение SolidWorks компании в Санкт-Петербурге, мне там говорили, как там в КБП все шоколадно, там бумажная документация только для архива выводится. То есть выводятся чертежи, в них живые подписи ставят все там соучастники, и после того чертежи складываются, докладываются в архив. В цехах никто чертежами, кальками не шуршит, ни кальками, а синиками не шуршит, там все это самое переводится прямо на станки из СПУ, из SolidKamma, там все делается, но и высочайшее производительство труда при проектировании, это вообще, говоря, судя по результатам деятельности этого бюро, это все, так сказать, приносит свои плоды. Это очень успешно действующие предприятия, и, в общем, там все основания, чтобы там производительство труда не ниже, чем у ведущих мировых производителей, и вроде бы там все основания ожидать, чтобы там были тысячи долларов на зарплату. Зашел тут на вакансии, какие вакансии, там на Тульском сайте какой-то, ну там уж не местный сайт, вирши труда типа «Следственный струместальщик от 21 500 рублей». Ну, понятная идея, что от, от это, скорее всего, все-таки побольше, там с премием и так далее, но, тем не менее, общий уровень, вот он такой же. На УАЗе Бугьяновске то же самое, от 18 до 20, то есть это вот некая такая вот заданность, вот сколько надо платить рабочим, независимо от итогов хозяйственной деятельности предприятия. Чтобы не померли, раз больше не требует, это у Маркса показано, что там, где рабочие нет, они не ловятся за свои права, там стоимость рабочей силы, она падает до минимума необходимого для поддержания жизни рабочего. Ну, в данном случае не только рабочих речь идет о работниках вообще, но и тем не менее, вот и о рабочих тоже. Вот это, что касается соотношения объективно необходимой стоимости рабочей силы, которая необходима для того, чтобы Россия развивалась, чтобы не деградировала ее рабочая сила. Сейчас рабочая сила деградирует, и более того, Россия умирает. Пока что не превзойдет у нас, да, уровень рождаемости над уровнем смертности населения, Россия сокращается. Вот это результат, в первую очередь, таких чудовищно низких зарплат, которые вергли большинство населения в нищету, в отсутствие медицинской помощи квалифицированной, в случае каких-нибудь более-менее серьезных травм. Это как вот это самое, там в 19 веке зубоврачебных никаких не было зарядильных, кому-то крестьянин там зубы свои съест 30 с лишним годам, а жевать-то что-то надо, похоже, ее отрак, жерутко и все. Ну и вот помер человек. А это вот и сейчас во многом такая же ситуация. То есть вот чем ценен этот расчет, он ценен тем, что он показывает пропасть между тем, что должно быть, а что значит не соблюдается стоимость. Если вы стоимость на содержание там автомобиля уменьшите, и современный автомобиль там будете АМ8 или, да, какой-то там выкопанная там из бочки, которая в войсковой части там была бочка закопана, на резервуар с маслом в 85-м году, вот сейчас оттуда черпать ведром и заливать современные двигатели. и все. Ну и что будет? Ну у вас машина после этого поживет, но недолго. Ну вот так сказать и здесь примерно та же ситуация. Это вот надо иметь в виду, ну и в общем-то здесь вот из всего богатства требований, изложенных в программе Федерации и подсоюзов России, я в общем-то изражаю. Вот так. Спасибо. 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 Спасибо.